Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 26 сентября. Житие святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов был сын Зеведея и Солонии, дочери Иосифа Обручника. Он призван был на проповедь Евангелия от рыбарских сетей. Когда Господь наш Иисус Христос, ходя при море и еврейском, избрал себе из рыбарей апостолов и уже призвал двух братьев Петра и Андрея, Поведал тогда и другие братья, Иоанна Зеведеева и Иоанна, посинивающих сети свои в лодке с отцом и Зеведеем, и призвал их. Родина Иоанна Богослова была Исаида, родители были люди благочестивые, ожидавшие Мессии. Из всего прощества они обучили Иоанна Законом и Исееву. Из детства же святой Иоанн был помощником отцу своему в его трудах по рыболовству и торговле. Товарищи единомышленниками Иоанна были жители тоже Исаида, святые братья Петра и Андрея, впоследствии та же святая апостола. Иосиф, остававший лодку и отца своего, они пошли за Иисусом Христом. При своем призвании своем Иоанн назван был от Господа сыном Громовым, потому что богословие его, как гром, должно было слышаться во всем мире и наполнить всю землю. «И ходил Иоанн за благим учителем своим, получаясь исходящие от уст его премудрости, и был он весьма любим Господом своим Христом за совершенное незлобие свое и девственную чистоту». Название Иоанна Арбешин Громов, кроме этого, указывало и на некоторые особенности характера святого апостола. «Был очень чистым, добрым, незлобным и доверчивым, он в то же время был полон сильной ревности о славе Божией. Он полюбил Господа со всей силой своего невинного сердца. Оттого и Господь более всех других учеников своих любил Иоанна. Уже через год после своего призвания Иоанн избран был Господом из множества учеников его в число 12 апостолов. Господь подстил его как изряднейшего из числа 12 апостолов. Он был один из тех трех ближайших учеников Христовых, которым много раз Господь открывал свои божественные тайны. Так, когда он восхотел воскресить дочь Иоирову, то не позволил идти за собой никому, кроме Петра, Якова и Иоанна. Когда на фаворе восхотел показать славу своего божества, взял Петра, Якова, а также и Иоанна. «Когда молился в Вертограде, и там был не без Иоанна, ибо сказал ученикам, «Побудьте здесь, доколе я пойду и помолись». И взял Петра и двух сыновей из Иоанна, то есть Якова и Иоанна. Сидый Иоанн, как возлюбленный ученик, неотлучен был от Христа. А как любил его Христос, это видно из того, что Иоанн возлежал на персих его. Ибо когда на тайной вечере Господь предсказал о Своем предателе, и ученики начали переглядывать и между собой в небоумение, о ком он говорит, тогда Иоанн возлежал на персих любимого учителя, как сам он повествует об этом в Своем Евангелии. И один из учеников его возлежал на лоне Иисусовом, которого любил Иисус. Ему же сыном Петр взял знак спросить, «Кто же это, о ком говорит Господь?» И он, лежащий на персих Иисусу, сказал ему, «Господи, кто предаст себя?» Так любим был он Господом, что один только он мог беспрепятственно возлежать на персих Господних, и дерзновенно спросить его об этой тайне. Но и Иоанн проявил к любившему Учителю взаимную любовь Свою. Больше у них апостолов, ибо во время вольных страданий Христа все они, оставивши пастыря своего, бежали. А он, один, неотлично смотрел на все мучения Христовы сердечные, ему сосрадая, плача и рыдая с причистой Девой Марией, Матерью Господа. И даже не отошел с ней от пострадавшего за нас Сына Божия до самого Креста и смерти Спасителя. За семьей был он усыновлен от Господа при кресте при чистой Деве Марии. Детя на кресте, Господь увидел Матери Ученика, стоящего, которого любил, сказал Матери Своей, Жену, все сын твой, потом же говорит Ученику, все мати твоя. И от того часа взял ее Ученик к себе. И относился он к ней, как к Матери Своей, с положением, и преследовал Ей за тепелой, славной Ученикой. В день же ее Ученик, когда Святое и Святое Тело Божией Матери несли на погребение, Святой Иоанн шел перед одром ее с блистающим, как свет, царским скипетром, который принес при чистой Деве Архангел Гавриил, возвещая ей о принесении ее от земли на небо. После Ученики при Святой Богородице, Святой Иоанн отправился вместе с учеником своим Прохором в Малую Азию, где выполнено в жребии проповедовать Слово Божие. В 50-м году по Рождестве Христом, то есть через два года после Ученики Богородицы, Святой Иоанн все еще прибывал в Иерусалиме, так как известно, что он присутствовал на происходившем в этом году соборе апостольском в Иерусалиме. Только после 58-го года по Рождестве Христом, Святой Иоанн избрал себе местом для благовестия страны малоазийские, где Данилой проповедовал святой апостол Павел. Идя туда, Святой Иоанн скорбел, так как предвидел напасти на море, о которых он и предсказал ученику своему Прохору. Случилось, что когда они сели вилки на корабле, начали плавание, в одиннадцатый час в день остала великая буря, а ночью корабль разбился, и все бывший момент плавали в ворнах морских, держась кто за что ухватился. В 6-й же час дня море выбросило всех из Прохором на берег в 500 тысячах от Телевкии. Это приморский город в Сирии. Один только Иоанн остался в море. Много и долго плакал Прохор и пошел в Азию один. На 14-й день пути пришел он к одному селению, приморье лежащему, и остановился здесь для отдыха. И вот в то время, как однажды он глядел на море и тосковал об Иоанне, вспенившаяся волна морская с великим шумом хлынула на берег и выбросила Иоанна живым. Прохор подошел посмотреть, кого выбросило море. И встретил Иоанна, поднял ее с земли, и, обнявшись, они плакали и за все благодарили Бога. Так святой Иоанн 14 дней ночей пробыл в море, и благодатью Божию остался живым. Вошедши в селение, попросили они воды и хлеба, и, подкрепившись, отправились в Ефес. Когда же они вошли вместе в город, их встретила жена по имени Романа Ромека, прославившаяся даже до мимо злобы и дел своих, которая держала в том городе общие бани. И вот она, нанявшись Иоанна и Прохора, приставила их работать в бане и мучила. В хитрости своей она привлекла их обоих в услужение себе. И Иоанна приставила поддерживать огонь, а Прохора наливать плоду того и другого на всю их жизнь. И немало оставались они в толикой беде. Боже в бане тот демон, который ежегодно умершлял одного из моющихся в ней, юношу или Отраковичу. Когда строилась эта баня и полагалось основание, то по бесшовскому наваждению скопали тут живыми юношу и Отраковичу. С тех пор и стало совершаться такое убийство. Случилось во то время войти в баню некую имени Отраку по имени Донни, сыну городского старшины Диаскариде. Когда домные солдане напал на него бес, и удавил его, и был о нем великий плач. Стало это известно по всему городу Ефесу. Узнал об этом, и сам Диаскарид был так опечален, что от скорби умер и он. Романа же много молилась Артелинде о том, чтобы она воскресила дом у нас. И молясь, терзала тело свое, но ничего не помогало. В то время как Иоанн спрашивал Прохора о случившемся, Романа увидела их беседующим и схватила Иоанна и начала наносить его побои, укоряя и возлагая вину смерти Донны на Иоанна. Наконец сказала, если ты не воскресишь Донна, я убью тебя. Помолившись, Иоанн воскресил Отрака. Романа пришла в ужас. Она назвала Иоанна Богом или Сыном Божиим, но Иоанн проповедовал силу Христу и учил веровать в Него. Затем воскресил он и Диаскарида, и уверовали во Христа Диаскарид и Донн, и все они крестили. И напал на всех людей страх, и делились они случившемуся. Одни говорили про Иоанна и Прохора, что они волхвы, другие же справедливо возражали, что волхвы мертвых не воскрешают. И Иоанн изгнал беса из бани, и прибывали они с Прохором в доме Диаскаридовом, утверждая новопросвещенных вере и учая их добродетельной жизни. В одно время случился в Ефесе праздник Архимидии, и весь народ в белых одеждах праздновал, торжествуя и ликуя при храме Архимидином. Против же храма стоял идол той богини, и вот Иоанн, войдя на высокое место, стал близ идола и громогласно обличал слепоту язычников, что они не знают, кому поклоняться, и вместо Бога почитают беса. Мород же исполнился за это яростью и бросал в Иоанна камнями, но ни один из камней не попал в него. Камни, наоборот, побивали самих же бросающих их. И Иоанн воздев руки к небу начал молиться, и тотчас настала на земле жара и зной великий, и попадала из множества людей до двухсот человек, и все они умерли. А прочие едва пришли в себя от страха, и умоляли Иоанна о милости, ибо ужасно трепет напали на них. Когда же Иоанн помолился Богу, все умершие воскресные припали все к Иоанну и у верового Христа крестились. Там же, на некотором месте, называемом Тихий, Иоанн исцелил расслабленного, лежавшего двенадцать лет исцеленный, прославил Бога. После того, как Иоанном совершены были и многие другие знамения, и слух о чудесах его распространился повсюду, бес, пребывающий в капище Артемигеном, боясь, что и он будет незвожным Иоанном, принял себя образ воина и сел на видном месте и горько плакал. Проходящие мимо спрашивали его, откуда он, и от чего так сильно плачет. Он же говорил, я из Песарии Палестинской, начальник над темнителями. Поведом им не было сперечь двух волхвов из Иерусалима пришелших, Иоанна и Прохора, коих по причине множества и злодеяний осудили на смерть. Утром они должны были погибнуть в лютой смерти, но волхвованием своим они ночью убежали из темничного заключения. А я из-за них спал в беду, так как князь хочет погубить меня за них. Я умолил князь, чтобы он пустил меня преследовать их, и вот я слышу, что те волхвы находятся здесь, не имея никого, кто помог мне поймать их. Говоря это, бес показало грамоту о том свидетельствующей, показало большой сверток золота, обещая дать его тем, кто погубит всех волхвов. Слышав это, некоторые воины сжалились над ним, возбудили народ против Иоанна и Прохора, и, подавляя к дому Биаскоридову, сказали, «И не выдай нам волхвов, или дом твой сгожжем». Биаскорид скорее соглашался на то, чтобы дом не сгорел, чем выдать им апостолов, чесняком его Прохорову. Иоанн же, провидя духом, что лепеш народный приведет в добру, отдал себя и Прохора с борицей народному. Ведомые народом дошли они до храма Артемиды, Иоанн помолился Богу, и внезапно храм Идольский пал, не повредить ни одного человека, и сказал апостол сидящему там бесу, «Тебе говорил нечестивый бес, скажи, сколько лет ты живешь здесь, и ты не возбудил против нас народ сей». Бес заотвечал, «Сто девять лет я пребываю здесь, и я возбудил народ сей на вас». Иоанн же сказал ему, «Во имя Иисуса Назаринина, помогаю тебе оставить место себе». И тот сейчас бес вышел, «Ты же собрал всех людей, и они уверовали во Христа». Были сотворены от Иоанна еще больше знамений, и многое-множество народа обратилось к Господу. Со временем Данициан император Римский возник на христиан большое гонение, и Иоанн был отливетан пред ним. Гепархатийский, схватив святого, отостал связанным в Рим к Песарю, где за исповедание Христовой Иоанн прежде всего претерпел удары, а затем должен был выпить чашу, наполненную смертоносным ядом. Тогда же по слову Христова, если что и смертное выпить не повредит вам, он не получил от него вреда. Тогда был вернут в котел с кипящим маслом, но и оттуда вышел невредимым. И вопиял народ, «Велик Бог христианский!» Кесарь же, не дерзая боли мучить Иоанна, счел его бессмертным и осудил на изгнание на остров Патмос, как и сказал Господь во сне Иоанну, «Много подобает тебе пострадать, и бой жизненно на некоторый остров, который весьма в тебе нуждается». Взяв Иоанна с Прохором, воины отвелись на корабль и открыли. В один из дней плавания сели вельможи царские обедать, и, имея множество яс и пяти, развеселились. Один из них юноша, играя, устав с корабля в море и утонул. Тогда их веселье и радость обратились в плач и впетование, ибо не могли они помочь упавшему в глубину морскую. Особенно же сильно рыдал отец того отрока, находившийся здесь же на корабле. Он хотел броситься в море, но был удержан другими. Зная силы Иоанна творить чудеса, все они начали усердно просить его о помощи. Он же спросил каждого из них, «Какого кто чтит Бога?» И один сказал «Аполлона», другой «Зевса», третий «Геркулеса», и левая скула по друге «Аркемиду Ефесскую». И сказал им Иоанн, «Сколько богов имеете вы, не могут они спасти одного утомившего человека?» И оставил он их в печали до утра. На утро же сжалился Иоанн над гибелью юноши и усердно помолился Богу со слезами. Точно сделалось на море волнение, и одна волна, поднявшись до корабля, выбросила юношу живым к ногам Иоанновым. Видя с ней, все удивились и возрадовались о спасенном от потопления юноши. Иоанна же они начали весьма почитать и сняли с него железные оковы. Однажды ночью в пять часов случилась на море великая була, и все начали кричать, отчаявшись в жизни своей, так как уже и корабль стал разрушаться. Тогда возопили все к Иоанну, прося, чтобы он помог им и умолил своего Бога о спасении их от погибели. Повелел им молчать, святой начал молиться. Буря тотчас прекратилась, и настала великая тишина. Один волн был одержим желудочной болезнью и уже умирал. Его апостол сделал здоровым. Оскудела вода на корабле, и многие не могшие от жажды были близки к смерти. Иоанн сказал Прохору, наполни сосуды водою морскую. И когда сосуды были наполнены, он сказал, во имя Иисуса Христа, подчерпайте и пейте. Подчерпевши нашли его сладкое, и напившись отдохнули. Видя такие чудеса, распутники Иоанна приняли крещение и хотели отпустить Иоанна на свободу. Но он сам уговаривал их отвезти его на указанное ему место. Привыше на остров Патмос, они отдали Игемону послание. Мирон же, тесть Игемона, взял Иоанна и Прохоров в свой дом. У Мирона был старший сын по имени Аполлонид, имевший в себе прорисающего беса, который предсказывал в будущем. И все считали Аполлониду за пророка. В то время как Иоанн ходил в дом Мирона, Аполлонид тотчас пропал без вести. Он убежал в другой город, боясь, что он прорисает себе с неба внизу Иоанном. Когда в доме Мирона он поднялся вопль об Аполлониде, пришло от него уведомление извещающее, что его изгнал из дома своим чародейством Иоанн, и что он не может возвратиться до тех пор, пока Иоанн не будет погублен. Прочитав письмо, Иоанн пошел взять у своему Егемона и известить о сухившемся. Егемон, заставив Иоанна, хотел отдать его на свидание зверям. Но Иоанн умолял Егемона, чтобы он потерпел немного, и позволил ему посадочника своего, Капаламиду, обещаясь возвратить его в дом. Егемон не препятствовал посадочника, но самого Иоанна, связав двумя веригами, посадил в темницу. И пошел похор Капаламиду с Иоанновым посланием, в котором написано было так, Иоанн, апостол Иисуса Христа, Сына Божия, прорисающему Духу живущему в Аполлониде, повелевая именем Отца и Сына и Святого Духа, «Выви из создания Божия, никогда не входи в него, но будь один вне этого острова, в местах безгодных, а не между людей». Когда Прохор пришел к Аполлониду с таким посланием, бессочек вышел из него. А Аполлониду вернулся разум, и как бы воспрямо со сна, пошел он с Прохором обратно в свой город. Но не тотчас пошел он в дом, а спирал стремился в темницу Иоанна, и, преподавая к ногам его, воздал ему благодарение за то, что он освободил его от несистого Духа. Узнавши о возвращении Аполлонида, родители братья и сестры его все собрались и радовались. А Иоанн был освобожден от уз. Аполлонид поведал себе следующее. «Уже много лет прошло с тех пор, как я спал на Адре своем с дебойким сном. Некоторый человек, встав по левую сторону Адре, потряс меня и разбудил, и я увидел, что он чернее обожженного и гнилого сня. Глаза у него горели, как свечи, и воспрепетал я от страха. Он же сказал мне, открой уста твои. Я открыл. И вошел он в места мои и наполнил мое чрево, с этого часа сделался неизвестным доброе и злое, а также и все случающееся в доме. Когда же Апостол Христов вошел в наш дом, тогда сказал не сидящего мне, «Беги отсюда отполнить, чтобы тебе не умереть в страданиях, ибо человек все чародей и хочет тебя умертвить». Я точно сбежал в другой город. Когда же я хотел возвратиться, он не позволил мне, говоря, «Если Ам не умрет, ты не можешь жить в своем доме». А когда Прохор пришел в тот город, в котором был я, и я увидал его, нечистый дух точно слышал из меня тем же способом, которым он впервые ушел в мое чрево. И почувствовал я облегчение от великой тягости, умный пришел в здравое состояние, и стало мне хорошо. Услышавши это, все припали к ногам Иоанна. Он же, отверши уста, получал их верю в Господа нашего Иисуса Христа. И уверовал Мирон женой и детей своими. Все они крестились, и была в доме Мироновым радость великая. А после жена Егемона Хрисипида дочь Миронова приняла со своим сыном и всеми рабами своими святой крещение. За ней крестился и Мушевый Лаврентий и Егемонтового острова, сложив при этом в себя власть твоей, чтобы свободнее служить Богу. И оставался Иоанн с Прохором в доме Мироновым три года, проповедуя Слово Божие. И здесь сотворил он в силу Иисуса Христа много знамений и чудес. И вселил больных, и бесов прогнал, храм Аспалонов со всеми его идолами одним словом поверг на землю, и многих, обратив к вере во Христа, крестил. Был в стране-то один волк по имени Кенопс, живший в пустыне и много лет знавшись и с нефийскими духами. По причине производимых им привидений, все жители острова считали его за Бога. Жрецы же Апалонова, вознегодовавшие на Иоанна за разорение капища Апалона и за то, что он всех людей сделал последователями Туто Христа, пришли к Кенопсу и жаловались имена апостола Христова, умоляла отместись за бесчестие их богов. Кенопс, однако, не захотел идти в город сам, так как много лет жил в том месте безвыходным. Но граждане еще чаще стали ходить к нему с той же просьбой, когда он обещал послать в дом Ниронов духа лукавого, взять душу Иоаннову и предать нему вечному суду. Утром он послал Иоаннов одновеский день над двумя духами, повелевая принести к себе душу его. Придя в дом Ниронов бес стал на том месте, где был Иоанн. Иоанн же, увидев беса, сказал ему, «Именем Христовым повелеваю тебе не сходить с этого места до тех пор, пока ты не скажешь мне, для какой цели ты пришел сюда ко мне». Будучи связан с словом Иоанна, он бес стал неподвижным и сказал Иоанну, «Жрецы Аполлона пришли в кино и умоляли его, чтобы он шел в город и навел на тебя смерть. Но он не захотел, говоря, «Много лет я живу на этом месте, не выходя. Стану ли утруждать тебя теперь из-за человека худого и ничтожного? Идите по тем своим, утром же я пошлю своего духа, и возьмет он душу его и принесет ко мне, а я придам ее вечному суду». И сказал Иоанн бесу, «Посылал ли он тебя когда-либо взять душу человеческую и принести ему?» Бес отвечал, «Вся сила сатанинская в нем, и он имеет соглашение с нашими князьями, а мы с ним, и Кенопс слушает нас, и мы его». Тогда Иоанн сказал, «Я, апостол Иисуса Христа, повелеваю тебе, злой дух, не входи в жилище человеческие и не возвращайся к Кенопсу, но уйти с этого острова и мучиться». И тот сейчас бес удалился с острова. Кенопс же, видя, что дух не возвратился, спасал другого, но и тот так же пострадал. Еще двоих из князей темных послал он. Одному же дал войти в Иоанну, а другому стоять снаружи, чтобы принести ему ответ. Вошедший в Иоанну бес пострадал так же, как и приходивший ранее. Другой же бес, стоявший снаружи, видя в беду своего друга, убежал к Кенопсу и рассказал о случившемся. И исполнился Кенопс ярости, и, взяв все множество бесовского, пришел в город. Весь город обравился в виде Кенопса, и все, приходя, кланялись ему. Найдя Иоанна, учащим народ, Кенопс исполнился сильной яростью и сказал народу, «Мужи, слепые, заблудившиеся от истинного пути! Послушайте меня! Если Иоанн праведный, все сказанное им истинно, пусть он побеседует со мной и сотворит такие же чудеса, какие творю я! И вы увидите, кто из нас больше, Иоанн или я! Если он окажется сильнее меня, то буду веровать словам и делам его, и я!» И сказал Кенопс одному юноше, «Юноша, жив ли отец твой?» Он же отвечал, «Умер». И сказал Кенопс, «С какой смертью?» Тот же отвечал, «Он был плавцом, и когда корабль разбился, утонул в море». И сказал Кенопс Иоанну, «Теперь покажи Иоанн силы твои, чтобы мы поверили словам твоим, представь сыну отца его живым!» Иоанн отвечал, «Не послал меня Христос мертвых извлекать из моря, но людей обольщенных получать!» И сказал Кенопс всему народу, «Хотя теперь, поверьте мне, что Иоанн в стекле обманывает вас!» «Возьмите его и держите, пока я не приведу от руку отца его живым!» Они взяли Иоанна и Кенопс, распростил руки и ударил им по воде. Когда послышался на море плеск, все испугались, а Кенопс стал невидим. И все закричали, «Велик ты, Кенопс!» И внезапно вышел Кенопс, и снова держа, как сказал отца Отрока, «Все уединились!» И сказал Кенопс, «Это ли отец твой?» «Да, господин», — ответил Отрок. Тогда народ прислал к ногам Кенопса и хотел убить Иоанна. Но Кенопс запретил им, говоря, «Когда увидите больше всего, тогда пусть будет мучен он!» Затем, призвав другого человека, он сказал, «Имел ли ты сына?» И ответил тот, «Да, господин Иоанн, но некто по зависти убил его». И тотчас возвал Кенопс голосом, призывая по именам убийцы и убиенного, и оба предстали. И сказал Кенопс Иоанну, «Удивляешься ли ты, Иоанн?» И то Иоанн ответил, «Нет, я с ним не удивляюсь». Кенопс сказал, «Больше увидишь, и тогда будешь девица, и не умрешь, пока я не устрашу тебя знамениями». И ответил Иоанн Кенопсу, «Знамения твои скоро разрушатся!» Услышав такие слова, народ брошился и на Иоанна, и бил до тех пор, пока не счел его мертвым. И сказал Кенопс народу, «Оставьте его без погребения, пусть птицы растерзают его!» И они отошли от этого места, радуясь Кенопсом. Скоро, однако, услыхали, что Иоанн ищет на месте, где побивали камнями преступников. Кенопс призвал беса при помощи коего чародейства, и придя на это место, сказал Яну, «Я замышляю сделать тебе еще большее по сравнению и стыд, для чего я оставил тебя в живых. Приди на морской песчаный берег, там ты увидишь славу мою и устудишься!» Сопровождали же его три беса, которых народ считал за людей, рассвешенных Кенопсом из мертвых. Сильно списнил с руками своими, погрузился Кенопс в море и стал для всех невидим. «Велик ты, Кенопс!» — возопил народ, «и нет у него больше тебя!» Иоанн же повелел бесам, которые стояли в образе человеческом, не отходить от него, и помолился он Господу, чтобы не был Кенопс живым. И стало так, ибо море внезапно возлетелось и закипело волнами, и Кенопс уже не вышел из моря, но остался в глубине морской, как древний окаянный фараон. А бесом тем, в коих народ считал за людей, воскресших из мертвых, Ян сказал, «Во имя Иисуса Христа распятого и в третий день воскресшего! Уйди ты с его острова!» И они тотчас исчезли! Народ же сидел на песке, дожидаясь Кенопса три дня и три ночи. От голода, жажды и жара солнечная многие из них из немогли лежали безгласными, а трое из них детей умерло. С милостью с этим народом, Ян помолился о спасении его и много побеседовал с ним о вере, воскресил их детей и сыну больных. И все они единодушно обратились к Господу, крестились и разошлись по домам своим славе Христа. А Ян вернулся в дом Миронов и, часто приходя к народу, поучал его вере в Иисуса Христа. «Однажды он нашел лежащим при дороге больного человека, сильно страдавшего горячкою, и исцелил его крестным знамением». Один еврей по имени Хилон, который притирался с апостолом от Писания. «Видели это?» «Спросил Яна попросить свой дом. Блаза у него жена в проказе. Та припала к апостолу и точно исцелил этот проказ и уверовал во Христа. Тогда уверовал и сам Хилон и воспринял со всем домом своим святое крещение. Вышед затем святой Иоанн, наторжище, и собрался к нему народ послушать от узкого спасительного учения. Пришли жрецы идольские, из которых один, искушая святого, сказал, «Учитель, имени Ясуна хромого на обе ноги, умоляю тебя, исцели его! Если ты исцелишь его, ты и я уверую в того Бога, кого ты проповедуешь!» Святой же сказал ему, «Зачем ты так искушаешь Бога, который явно покажет лукавство твоего сердца?» Сказав это, Ян послал к сыну его с такими словами, «Во имя Христа, Бога мой, встань и приди ко мне!» И тот, в тот час став, пришел к святому здоровым, а отец в тот же час за все искушения охромел на обе ноги, и от сильной боли с криком упал на землю, умоляя святого, «Помилуй меня, святитель Божий, исцели меня именем Христа, Бога твоего!» «Убо я верую, что нет иного Бога, кроме Его!» Тронутый мольбами, святой исцелил жреца и, научив вере, крестил его во имя Иисуса Христа. Утром пришел Ян на место, где лежал человек, страдавший водянкою, и не встававший с постели семнадцать лет. Апостол исцелил его словом и просветил святым крещением. В тот же день прислал за Яном человек, ставший егемоном после взятия Миронова, Лаврентия, усердно умоляя святого, прийти в его дом. Ибо жене Егемоновой, бывшей неправдной, настал час родить, и она весьма страдала, будучи не в силах разрешиться от бремени. Апостол скоро пришел и едва только ступил на порог дома, как жена тотчас родила, и болезнь полегтяла. Видев это егемон, уверовал во Христа со всем домом своим. Прожив там три года, Иоанн отошел в другой город, жители которого помрачены были тьмою идолопоклонства. «Когда он вошел туда, то увидал народ, празднующий бесом, и несколько связанных юношей, и спросил Иоанна одного из стоящих там, «Для чего связаны юноши сии?» Человек тот ответил, «Мы почитаем великого Бога, волка, колно совершаем ныне праздник, ему-то эти юноши и будут заколоты в жертву». Иоанн попросил показать ему их Бога, «Если хочешь видеть его, подожди до четвертого часа дня, тогда ты увидишь жрецов, ведущими с народом на то место, где является Бог. Пойди с ними, и ты увидишь нашего Бога». Иоанн же сказал, «Вижу, что ты человек добрый, я же пришелец. Умоляю тебя, стереди меня сейчас же на то место сам, ибо весьма я желаю видеть вашего Бога. И если ты покажешь мне его, я дам тебе драгоценный бисер». Тогда повел Иоанн тот и показал ему болото, наполненное водой, и сказал, «Отсюда Бог наш выходит и является народу». И ждал Иоанн выхода того Бога. И вот около четвертого часа дня явился бес, выйдя из воды, в виде огромного волка. Остановив его именем Христовым, святой Иоанн спросил, «Сколько лет ты живешь здесь?» «Семьдесят лет», отвечал дьявол. Апостол же Христов сказал, «Именем Отца и Сына и Святого Духа повелеваю тебе, уйди с сего острова и никогда не приходи сюда». И дьявол тотчас исчез. А человек тот, видя случившееся, ужаснулся и припал к ногам апостола. Иоанн научил его верить святой, и сказал ему, «Вот, ты имеешь от меня тот бисер, который я обещал дать тебе». Тем временем дошли до того места со связанными отроками жрецы, имея в руках своих ножи, а с ними и много народу. Долго ждали они выхода волка, чтобы заколоть на съедение ему отроков. Наконец подошел к нему Иоанн и стал просить, чтобы освободили они неповинных отроков. «Нет уже», — сказал он, «Бога вашего волка, это был бес, и сила Иисуса Христа победила его и прогнала. Нет его уже». Услышав, что Бог погиб, они испугались, и не найдя его, несмотря на долгие поиски, освободили его отроков и отпустили здоровыми. Святой Иоанн начал проповедовать им о Христе и обличать их прельщения, и многие из них, уверовавшие, крестились. Была в том городе Баня. Однажды мылся в ней сын жреца Зерсова, и умершлен был дьяволом, обитавшим в Бане. Услыхав об этом, отец его с великим плащем пришел к Иоанну, прося воскресить сына и обещая его веровать во Христа. Святой пошел с ним, и именем Христом воскресил умершего. И спросил он юношу, какая была причина его смерти. Тот отвечал, когда у нас в бане, кто-то черный вышел из воды, схватил меня и удавил. Уразумев, что в той бане живет бес, святой заклял его и спросил, кто ты и зачем ты живешь здесь? Бес ответил, я тот, который отувенел из бани и исчез, и живу здесь уже шестой год, вредя людям. Святой Иоанн узнал его из этого места. Видев это, жрец уверовал во Христа и крестился с сыном и со всем домом своим. После этого вышел Иоанн на торговую площадь, где собрался к нему почти весь город, чтобы слышать Слово Божие. И вот одна женщина пала к ногам его с плачем, умоляя, чтобы он исцелил бесноватого сына ее. Для исцеления коего она отдала врачам почти все имущество. Апостол любил привести его к себе. И как только апостолу и сказали бесноватому, тебя зовет Иоанн, бес тотчас вышел из него. Придя к апостолу, исцеленный исповедовал веру во Христа и крестился вместе с матерью своею. В том же городе был особенно чтимый храм идола Бахуса, называемый идолопоклонником Отцом Свободы. Собираясь здесь в праздники его с пищей и питьем, мужчины и женщины веселились и упившись, творили в честь мерзкого Бога своего великого беззакония. Придя святого во время праздника, Иоанн обличал их за сквер на их празднования. Жрецы же, которых было здесь множество, схватившие его, били и били и бросились вязанным, а сами опять возвратились к своему мерзкому делу. Святой Иоанн помолился Богу, да не потерпит он такого беззакония. И тотчас Идорское капище разрушилось до основания и побило всех жрецов. Прочие же люди, испугавшись, освободили апостола от уз и умоляли его, чтобы их не погубил он. В том же городе был немитый волн по имени Нукеан. Узнал о падении капищи и гибели жрецов, он весьма вознегодовал, и придя к святому апостолу Иоанну, сказал, «Нехорошо ты сделал, что разрушил храм Бахуса и погубил его жрецов. Умоляю тебя снова воскресить их, как воскресил ты сына жрецы в бане, и тогда я стану веровать в Бога твоего». Святой Иоанн отвечал, «Причиной их гибели было их беззаконие, посему недостойны они жить здесь, но пусть мучатся в гиенне». «Если ты не можешь воскресить их», сказал Нукеан, «то я именем богов моих воскресу жрецов и восставлю капище, ты же смерти не избежишь». Сказавши это, они разошлись. Иоанн пошел лучить народ, а Нукеан отправился на место павшего капище, и, обойдя его с волхвованием, сделал то, что явилось 12 бесов в образе побитых жрецов, которым он повелел идти за ним и убить Иоанна. Бесы же сказали, «Невозможно нам не только убить Иоанна, даже и видеться на том месте, где он. Если ты хочешь, чтобы Иоанн умер, иди и приведи сюда народ, чтобы, увидев нас, он возъявился на Иоанна и погубил его». Нукеан, отойдя, встретил множество народа, слушающего учения святого Иоанна, и закричал им Нукеан сильным голосом, «О, несмысленные! Зачем вы позволяете причать себя этому страннику, который погубил наше капище жрецами, погубит и вас, если вы будете слушать его? Идите за Мною, и вы увидите жрецов ваших, которых я воскресил! Еще же и разрушенное капище я восставлю на глазах ваших, чего Иоанн сделать не может!» И все, как безумные, пошли за ним, оставив Иоанна. Но апостол, идя с Прохором другой дорогой раньше их, пришел на то место, где были бесы в образе воскресших жрецов. Увидев Иоанна, бесы тотчас исчезли. И вот пришел с народом Нукеан. Не найдя бесов, он спал в великую скорбь и снова начал ходить кругом разрушенного капища, волхвуя и призывая их. Но успеха не было. Когда же настал вечер, народ в негодовании хотел убить Нукеана за то, что он обманул их. Некоторые сказали, схватим его и поведем к Иоанну, и что тот повелит нам, то и сделаем. Услыхав этот святой Иоанн, тем же путем предупредил их и стал на прежнем месте. Народ, приедя к святому Нукеана, сказал, «Сей обманщик и враг твой задумал погубить тебя, но мы сделаем с ним то, что укажешь ты». Святой же сказал, «Пустите его, пусть он покается». Наутро Иоанн опять учил народ вере во Христа, и многие из них, уверовавши, просили Иоанна крестить их. Когда же Иоанн привел их к реке, Нукеан чародейством своим воду превратил в кровь. Апостол молитвой ослепил Нукеана и сделал воду снова чистой и крестил в ней всех уверовавших. Будучи побежден этим, Нукеан пришел в чувство и искренно Каис просил апостола быть к нему милостивым. Святой видел его покаяние и довольно поучив, крестил его, и тот тотчас прозрел и вел Иоанна в свой дом. Когда Иоанн вошел в него, внезапно пали все идолы, которые были в доме Нукеана, и разбились в прах. Видев это чудо, устрашились за масштей его и уверовавши крестились. Была в том городе одна богатая и красивая вдова по имени Прокляния. Имея сына Сосипатра красивого лицом, она по бесовскому наваждению воспоминалась к нему любовью и всячески старалась привлечь его к своему беззаконию. Но сын возненавидел мать за такую безумную страсть. Убежав от него, он пришел на место, где тогда учил святой Иоанн и с восхождением слушал поучения апостольские. Иоанн, коему было открыто Духом Святым все случившееся с Сосипатром, взял его одного и получал почитать мать, но не слушать себя в беззаконном деле и никому о том не говорить, сокрыв грех своей матери. Сосипатр не хотел возвращаться в дом к матери своей, но Прокляния, встретив его, схватила его за одежду и с криком влекла в дом. На этот крик явился Егемон, недавно прибывший в тот город, и спросил, по какой причине женщина так тащит юношу? Мать же, скрывши свое беззаконное намерение, наклеветала на сына, будто бы он хотел сделать над ней насилие и рвала волосы свои с плачем и криком. Услышав это, Егемон поверил в лжи и присудил неповинного Сосипатра зашить смертельными смертоносными гадами в кожаный мех и бросить в море. Узнав об этом, Ян Юсак Егемонов, обличая его за несправедливый суд, за то, что, не расследовав, как должно обвинение, он осудил на смерть неповинного юношу. А прокляние клеветало и на Ян, что сей обманщик научил ее сыну на такое зло. Услышав это, Егемон повелел утопить и святого апостола, зашив в один мех с Сосипатром и с различными гадами. И помолился святой, вдруг земля потряслась, и у Егемона отсохла та рука, которой он подписал приговор относительно святого. У прокляния же отсохли обе руки и глаза перекосились. Видев это, судья ужаснулся, и все бывшие там пали низ от страха. И умолял судья Иоанна, чтобы он помиловал его и исцелил иссохшую руку. Святые же, поучив его довольно суду справедливому и вере во Христа, исцелил его и крестил во имя Отца и Сына и Святого Духа. Так и неповинный Сосипатр избавлен был от напасти и смерти, и судья познал Бога истинного. А прокляния убежала от отрока в свой дом, неся на себе Божие наказания. Апостол, взяв Сосипатра, пошел в ее дом. И не хотел Сосипатр идти к матери, но Иоанн учил его незлобие, уверяя, что теперь он не услышит уже от матери своей ничего беззаконного, ибо она уцеломудрилась. Так действительно и было, ибо когда Иоанн со Сипатром вошел в ее дом, прокляние тотчас упало к ногам апостола, с плачем сознавая и текаясь в грехах своих. Исцелил ее от болезни, не научив вере и целомудрию, апостол крестил ее со всем ее домом. И так, ставши целомудренной, прокляния проводил одни свои в великом покаянии. В это время убит был царь Домициан. После него занял престол римский Нерва, человек весьма добрый. Он освободил всех бывших заточений. Освобожденный с другими заключениями, Иоанн задумал обратиться в Ефис, ибо и едва не всех живущих на Патмосе, он уже обратил ко Христу. Христиане же, узнавши о таком ее намерении, умоляли не оставлять их до конца. А так как апостол не захотел остаться с ними, но желая возвратиться в Ефис, они просили его оставить на память о своем учении, хотя и о Евангелии, которые он там написал. Ибо заповедовал однажды всем пост, он взял с собой ученика своего Прохора и, отойдя от города на далекое расстояние, зашел на высокую гору, где пробыл на молитве три дня. После третьего дня загрынял великий гром, засверкала молния, и гора поколебалась. Прохор от страха упал на землю. Обратившись к нему, ям поднял ее, посадил по правую руку себя и сказал, «Пиши то, что услышишь из уст моих». И, возверьши очи к небу, снова помолился, а после молитвы стал говорить, «В начале было слово» и София. Ученик же внимательно записал все то, что слышал из уст его. Так и было написано в Святой Евангелии, которое апостол, сойдя с горы, велел Прохору снова переписать. И согласился он оставить переписанное в Патмосе для христиан согласно их просьбе, а описанное первоначально удержал у себя. На том же острове написал Святой Иоанн и Апокалипсис. Предание расскажет, что однажды Иоанн вместе с учеником своим Прохором уединился из города в пустынную пещеру, где и провел десять дней вместе с Прохором, а другие десять дней один. В эти последние десять дней ничего не ел, а только молился Богу, прося его открыть, что ему надо делать. И был голос к Иоанну свыше, «Иоанн! Иоанн!» Иоанн отвечал, «Что повелеваешь, Господи?» И говорил голос свыше, «Потерпи еще десять дней, и будет тебе откровение много великого». Иоанн провел там еще десять дней без пищи. И совершилось тогда дивное. Ангелы от Бога сошли к нему и возвестили ему много неизреченного. И когда Прохор возвратился к нему, он послал его за чернилами и хартией, и потом два дня говорил Прохору о бывших ему откровениях, а тот записывал их. Прежде же удаление своего с того острова обошел он окрестные города и селения, утверждая братство в вере. И случилось ему быть в одном селении, в котором жил жрец Зевса по имени Евхарис, имевший слепого сына. Жрец тот давно желал видеть Иоанна. Услышал же, что Иоанн прибыл в их селение, он пришел к святому, умоляя его прийти в дом его исцелить сына. Иоанн же, видя, что он приобретет здесь Христу души человеческие, пошел в дом жреца и сказал слепому его сыну, «Во имя Господа моего Иисуса Христа прозри!» И слепой тотчас прозрел. Видя в это, Евхарис уверовал во Христа и крестился с сыном своим. И во всех городах того острова святой Иоанн благоустроил церкви святые и поставил им епископов и пресвитеров. Довольно научив жителей, он всех приветствовал и стал возвращаться в Ефес. И провожали его верующие с плачем и рыданием великим, не желая лишиться такого солнца своим учением просветившего их страну. Но святой съем на корабль и преподав всем мир, отплыл свой путь. Когда же он достиг Ефеса, верующие встретили его с радостью неизреченной в опья и глаголе «Благословен гряды во имя Господне!» И принят он был с честью. Пребывая здесь, он не переставал трудиться, всегда уча народ и наставляя его на путь спасения. Нельзя умолчать о том, что расскажет о святом Иоанне Климент Александрийский. Это один из знаменитейших христианских ученых, первых веков христианства. Скончался около 217 года. Когда в Азии апостол обходил города, то в одном из них увидел юношу, расположенного душой к доброму делу. Взяв его святый, научил и крестил. Намереваясь же уйти оттуда на проповедь Евангелия, он при всех поручил святому юноше, епископу того города, с тем, чтобы пастырь научил его всякому доброму делу. Епископ же взяв юношу, учил его писание, но не настолько заботился о нем, как должно было, и не давал ему такого воспитания, какое подобает юношам, а напротив, предоставил его своей воле. Вскоре отрок начал вести дурную жизнь, стал упиваться вином и красть. Наконец он свел дружбу с разбойниками, которые, соблазнившие его, увели в пустыни и горы, поставили его начальником своим и учиняли разбой по дорогам. Вернувшись через некоторое время, Иоанн пришел в тот город и услыхав про того отрока, что он развратился и стал разбойником, сказал епископу, возврати мне то сокровище, которое я передал тебе на сохранение, как на верные руки. Возврати мне того юношу, которого я вручил тебе при всех, для того, чтобы ты научил его страху Божию. А епископ с плачем ответил, погиб тот юноша, душой умер, а телом разбойник есть по дорогам. Ян же сказал епископу, так ли подобало тебе хранить душу брата твоего, дай мне коня и проводника, чтобы пойти и поискать мне, кого ты погубил. Когда Иоанн пришел к разбойникам, тот просил их отвезти его к начальнику своему, что они и исполнили. Юноша же увидел святого Иоанна устыдился и, став, побежал в пустыню. Забыв свою старость, Иоанн погнался за ним вопия, сын мой, «Обратись к отцу своему, не отчаясь о падении своем! Крехи твои я приму на себя! О, останови же и положи меня, так как Господь послал меня к тебе!» Юноша, остановившись, припал к ногам святора с трепетом и стыдом великим, не смеет взглянуть ему в лицо. Иоанн же с отеческой любовью обнимал, обузал его, и взяв его, привел в город, радуясь, что обрел погибшую овцу. И много учил он его, наставляя покаянию, в котором, усердно подвязаясь, юноша угодил Богу, получил прощение грехов и с миром приставился. Был в то время один христианин, вставший в такую нищету, что не имел, чем бы заплатить долги своим заимодавцам. От жестокой скорби задумал он сам себя убить. И просил одного волхва иудеянина дать ему смертоносного яду. А сей враг христиан и друг бесов исполнил просьбу и дал ему смертоносного питья. Христианин, взяв смертельную отраву, пошел в свой дом. На дорогу задумался и испугался, не зная, что ему сделать. Наконец осинив чашу крестным знаменем, выпил ее и не почувствовал от нее ни малейшего вреда, так как крестное знамя не отняло у чаши весь яд. И много удивился он себе, что остался здоровым и не чувствовал никакого вреда. Но снова не вынеса преследований заимодавцов, он пошел к иудеянину, чтобы тот дал ему сильнейшего яду. Удивившись, что человек тут все еще жив, волк дал ему сильнейшие отравы. Получил яд, человек пошел в свой дом и долго раздумывая перед тем, как выпить, он, подобно прежнему, сотворил крестное знамение и на этой чаше и выпил. Но опять ничуть не пострадал. Снова отправился он к иудеянину и явился к нему здоровым и насмехался над волхвом, что тот не искусил в своем чародействии. Иудеянин же, испугавшись, спросил его, что он делал, когда пил. Он же сказал, ничего иного, как только осенял чашу крестным знамением. И узнал иудеянин, что прогоняла смерть силы святого креста и желая узнать истину, дал того яда псу и пес тот же же пред ним и сдох. Иудеянин, видев это, иудеянин отправился с тем христианином к апостолу и поведал ему о случившемся с ними. Святой Иоанн научил иудеяйна вере во Христа и крестил его. Бедному же тому христианину велел принести охапку сена, которую крестным знамением молитвы притворил в золото, чтобы он мог отдать долги свои, а остатком содержать свой дом. Затем апостол снова вернулся в Ефес, где, пребывая в доме домно, обратил ко Христу многое множество людей и сотворил неисчислимые чудеса. В последние годы своей жизни Иоанн проводил суровую жизнь аскета. Питался лишь хлебом и водой, не стриг волос своих и одевался в простые полотнянные одежды. От старости он не имел уже сил проповедовать Слово Божие, даже и в окрестностях Ефеса. Теперь он только получал епископов в церкви и воодушевлял их неустанно учить народ Слово евангельскому, а особенно помнить и проповедовать первую и главную евангельскую заповедь – заповедь любви. Когда рассказывает Блаженный Иероним, святой апостол дошел до такой немощи, что ученики его с трудом лишь приносили его в церковь, и он не мог уже произносить продолжительных поучений, то он ограничил свои беседы непрестанным повторением такого наставления «Детки, любите друг друга». А когда однажды ученики спросили его, зачем он непрестанно повторяет им это, Иоанн ответил следующими достойными его словами «Сияет заповедь Господне, и если ее соблюдете, то и довольна». На закате дней своих святой апостол пользовался особенной любовью всего христианского мира. Он был в то время единственным апостолом, самовидцем Господа, так как все другие апостолы уже скончались. Весь мир христианский знал о том, что святой Иоанн был любимейшим учеником Господа. Посему многие искали случай видеть апостола и считали за честь и счастье коснуться его рис. Кроме великих трудов по распространению христианской веры среди язычников, святой апостол Иоанн послужил церкви Христовой еще и трудами письменными. Он написал в Святой Евангелии три послания апокалипсиса или книгу откровения. «Когда апостолу исполнилось более ста лет, вышел он из дома дома с семью своими учениками и, дая до некоторого места, велел им там сесть. Время было уже к утру, и он, отойдя на такое расстояние, на какое можно бросить камень, начал молиться. Потом, когда ученики его согласно его воле выкопали ему крестообразную могилу, он заповедил Прохору идти в Иерусалим и оставаться там до кончины своей. Преподав еще наставления ученикам своим, и, поцеловав их, апостол сказал, «Возьмите землю, мать мою, и покройте меня ею». И поцеловали его ученики и покрыли его до колен. А когда он снова поцеловал их, то покрыли его даже до шеи, положили на лицо его покрывало, и поцеловал его с великим плачем, покрыли его совсем. Услышав об этом, братья пришли из города, раскопали могилу, но ничего не нашли там, и весьма много плакали. Затем, помолившись, они возвратились в город, и каждый год, восьмой день месяца мая, появлялась из гроба его благовонная мира, и по молитвам святого апостола подавалось исцеление болящим в честь Бога в Троице Славимого, во веки веков. Аминь. Богу нашему слава, во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.